И рехта на хевельбе, а кандарах нас исламат. В свои преклонные годы они готовы дать фору молодым. Когда тебе за 50, не поздно и азы компьютерной грамотности осваивать. Специальные курсы для пенсионеров проводят под эгидой регионального союза. Современной жизни без освоения компьютеров не может быть. И мы обучаем компьютерному производству своих пенсионеров. В этом году мы должны обучить тысячу человек на платной основе по субсидиям Москвы, Министерства труда. Нет пределов и талантам членов союза. На выставке, приуроченной к юбилейным датам, уникальные работы мастеров. Вышивка, плетеные корзины, картины. Сегодня же во Дворце культуры выбирали лучшие хоры муниципалитетов. Лучшим членом союза пенсионеров глава региона вручил награды, а ветеранам войны юбилейные медали. Михаил Игнатьев отметил, что за 25 лет региональный союз пенсионеров стал мощной силой. В его ряды уже вступили более 150 тысяч человек. Инициативы старшего поколения реализуют и в рамках проекта «Активное долголетие». Пошагово, поэтапно разрешали все эти вопросы, которые есть прежде всего для вас. Подответственно могу доложить, 69 552 человека, ветерана, уроженцев Чувашской республики, сегодня имеют звание ветеран от трудового стажа. А будущему поколению республики необходима комфортная среда. «Связывая поколение». Проект по таким названиям будет реализован в Ядрине. Муниципалитет одержал победу в федеральном конкурсе. Многомиллионные гранты направят на реконструкцию одной из центральных улиц города. Улица Комсомольская расположена в исторической части старинного города. Вокруг немало особняков прошлого века, и это необходимо учитывать проектировщикам, отметил глава региона. Работы начнутся в следующем году. Из федерального бюджета муниципалитету выделят более 40 миллионов рублей. С другой стороны, для Ядрина это тоже большие деньги, которые никогда не было. И максимально с пользой для Ледова это использовать. И максимально мнение людей выбрали улицу, именно Комсомольскую. Среди приоритетов города на Суре и ремонт дворов. За сколько лет вы ядринцам скажете, что завершите эти дворовые территории? Если финансово увеличится, то 5-6 лет будет достаточно. В этом микрорайоне города благоустройство продолжается. Летом отремонтировали тротуары, установили новые скамейки и фонари. Впереди немало работ. Глава республики узнал, что необходимо юным жителям. А тут в хоккейной коробке сейчас зимой что, футбол играете или что там делаете? Футбол. Футбол. А летом что делаете? Летом футбол. Тоже футбол. Оборудовать во дворе новую хоккейную коробку и тренажеры должны уже в следующем году. Здесь установят и детский игровой комплекс. Еще одна хорошая новость. Ядринским школам удалось отказаться от второй смены. Сказали ядринцам, построим школу. Построили школу. Все, никаких вопросов. Спасибо, Михаилович. Сказали вторую смену, с ними вообще раз и навсегда. Сняли вторую смену. Новая школа на 300 мест была открыта этим летом. Здесь обучаются начальные классы. Для ребят даже на каникулах работают и группы продленного дня. Здесь они у нас и занимаются спортом, и музыкой, музыкальные инструменты. Все, все, что вот рисуем. Михаил Игнатьев отметил, что в ближайшие годы вторая смена будет ликвидирована во всех школах республики. Дмитрий Ковалев и Валерий Резюков, Республика.